Светлана, в прошлом году запустили проект Единый налоговый счет, но заработало приложение только в этом году. Скажите, в чем были проблемы? Начнем с того, что все-таки Единый налоговый счет или форма учета Единого налогового счета, она все-таки введена с 1 января 2023 года, то есть в этом году. В этом году всем гражданам России открыты Единые налоговые счета. Они открыты без всяких заявлений, то есть это форма учета. Он учитывает те налоговые обязанности, те налоги, которые обязаны заплатить налогоплательщики, и физические лица, и юридические лица, предприниматели, и те, которые они заплатили в форме единого налогового платежа. А как эти деньги между собой распределяются? Я понимаю, что это, получается, налог на недвижимость, на транспорт, как самозанятые, например, тоже высвечивается. Как они распределяются? Пропорционально долгу? Ну, конечно, заплатили, как вам удобно, заплатили онлайн-банком, заплатили в кредитной организации, заплатили, и деньги пришли на ваш единый налоговый счет. Что происходит потом? Налоговый автомат, не инспектор, распределяет эти денежные средства в соответствии с очередностью установленной закона. То есть сначала вам зачтут налог на доходы физического лица, если у вас есть задолженность, потом текущие начисления, если уже произведены начисления, срок уплаты не наступил. Только после этого другие начисления, это могут быть даже имущественные налоги, и только после этого пеня и штраф. Вот так происходит начисление. Если денег не хватит, то, соответственно, они будут распределены пропорционально доле в общей сумме долга. Ну, понятно, что если, допустим, 30% транспортный налог, а 70% это ваша задолженность по НДФЛ, то эти деньги, они распределятся пропорционально 70 и 30%, и из 10 тысяч 70, 7 тысяч уйдет на НДФЛ, и 3 тысячи на транспортный налог. Ну, вот такой, собственно говоря, простой пример. Ну, НДФЛ-то это работодатель платит, да, для тех, кто работает в государственных каких-то учреждениях? Ну, НДФЛ, конечно, это платит работодатель, но он может у вас возникнуть в разных случаях, правильно? А в каких может? Если, например, я работаю в государственном учреждении, такое может быть? Ну, может быть, конечно, вы, допустим, продали машину, которая вам принадлежала недолго, и тем не менее... Меньше трех лет, да, насколько я знаю? Совершенно верно, меньше трех лет, и продали ее удачно, и сумма продажи была выше тех затрат, которые вы понесли, и эта сумма свыше 250 тысяч рублей, это наш налоговый вычет. И, соответственно, с разницей у вас появляется налог на доходы физического лица, который вы, несомненно, продекларируете в своей декларации, если это вот у вас такая обязанность будет. И, соответственно, этот налог нужно было уплатить уже, 1 декабря наступило, не позднее, 1 декабря, ну, ежегодно у нас все, это если по уведомлениям, а по декларации, извините, 15 июля этот срок уже, собственно говоря, прошел, если мы говорим о прошедшем годе, 2022 предшествующем. Для чего это было введено вообще? Ну, на самом деле, введено это было для того, чтобы убрать вот эту путаницу в платежах, потому что у нас там были какие-то громадные цифры, я вот сейчас не вспомню, то ли 61 миллион уточнений в год, какие-то бешеное количество уточнений платежа. Люди ошибались, ошибались организации, ошибались банки, и у нас, при том, что деньги были оплачены... Налоговая же тоже ошибалась иногда? Ну, без этого как? И, соответственно, когда эти денежки приходили, они могли быть не зачтены своевременно, да, они, конечно же, попадали, у нас ничего не теряется, только долго ищется, да. Сейчас таких ситуаций нет, потому что для того, чтобы оплатить единый налоговый счет, нужно, на самом деле, всего два показателя, то есть это ваш ИНН, и идентификационный номер налогоплательщика, и сумма платежа. Чем интересен в этом году кабинет? Во-первых, он доработан, во-вторых, вы видите, да, сумму задолженности, вы можете посмотреть детали, из чего она состоит. Выбрав конкретный налог, вы можете посмотреть, даже вытащить сразу налоговое уведомление, и за какой период вам эта сумма была начислена. С какой периодичностью обновляются данные, вот как раз вот в этом сервисе, потому что вот у меня, например, там высветился налог, я оплатила, дня три точно эта сумма висела в качестве задолженности. Ну, я объясню, во-первых, сейчас там есть такая, если бы вы чуть повнимательнее посмотрели, то вы бы увидели свой платеж, и он был бы с часиками. Это значит, что деньги пока в пути, они не дошли до вашего налогового счета, они отражаются, ваша платежка отражается, но пока она не попала фактически в данные о вашем... В казну. В казну, да, то есть платеж не дошел, то есть недообработан. И вот этот вот период, эта сумма висит. А за этот период не будет пеня начислена? Нет, конечно, сумма, значит, прекращается начисление пеня как раз с даты уплаты платежа. Как только вы деньги внесли, они придут, и пеня пересчитается по этой дате. То есть тогда, когда фактически вы оплатили свои обязательства перед бюджетом, исполнили свои обязательства. Платежей у людей много, да? Не помню, что где-то заплатил, не заплатил. Но вот тут лично в кабинете, вот я вот сейчас даже на своем примере, да, когда вот висела все-таки задолженность уже после уплаты, кнопочка оплатить, она была доступна, горела. То есть я, по идее, могла в силу забывчивости взять и оплатить второй раз. В этом случае что, деньги не возвращаются? Нет, нет, во-первых, единый налоговый счет, это практически кошелек. Даже если вы оплатили два раза, да, платежи, во-первых, как вы помните, они все отражаются, все операции отражаются. Это раз. Второе, после того, как пройдут все, ну, технологические процессы будут закончены, да, ваши обязательства обработаются, и у вас появится сумма переплаты. Вот эту сумму переплаты вы можете вернуть в течение одних суток. Да, совершенно верно. Вот такой, то есть, ну-ка, естественно, при условии, что вот вы... Я думала, это как в штрафах, заплатил, и у тебя там с плюсовым балансом. Вы, ну, соответственно, если вы подадите заявление, то есть вы сегодня подали заявление, по-хорошему, завтра уже, ну, с учетом банковских дней вам должны уже его обработать, и пойдет процесс возврата. А это здесь же можно в приложении на сайте, да, заявление? Да, то есть можно заполнить там же заявление на возврат налога, и, собственно говоря, в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления вам эти денежные средства вернут. То есть, если больше суток, то уже, соответственно, эти деньги остаются на этом счете? Ну, если вы не подадите заявление, то у вас эти деньги будут там, и вы можете в любой момент написать заявление на возврат налога. Раньше мы получали уведомления, если у нас образовывалась какая-то должность, да, по налогу, неважно, транспорт, это имущество и так далее, 1 ноября, то есть до 1 декабря мы должны были заплатить. Здесь, в этой системе, сроки те же остались? Совершенно верно. Сроки те же. Больше вам хочу сказать, что процесс, так как процесс направления уведомлений, он является, как бы, что называется, длящимся. То есть сначала налоги рассчитываются по всей России, это делается централизованно, да, потом начинается выгрузка уведомлений, выгрузка в личные кабинеты. Но до установленного законом срока абсолютно все налоговые уведомления, они находятся в личных кабинетах граждан и, собственно говоря, направлены на адреса в виде бумажного носителя, ну, не самый лучший вариант, но, тем не менее, это так, кто-то предпочитает до сих пор бумагу. На сегодня большинство услуг, оно, как бы, идет в электронном виде. И на Ямале в том числе у нас один из самых высоких удельных весов электронных услуг, один из самых высоких. То есть если мы говорим вообще, в принципе, про услуги, у нас до 99%, допустим, субъектов бизнеса, наши услуги, которые, ну, в основной массе, они получают через интернет. Единый налоговый счет есть теперь у всех налогоплательщиков, абсолютно у всех, да? Да. Как этот сервис получить, вот если я не знаю о том, что у меня там, не знаю, что нужно именно какое-то определенное приложение скачать, зайти на сайт и так далее? Ну, вы можете обратиться в МФЦ, вы можете обратиться в налоговый орган, вы можете зайти через единый портал госуслуг, используя пароль ЕСИА, да, и если у вас есть доступ. И используя пароль вот этот, вы можете зайти в наши личные кабинеты, потому что идет идентификация. Зайти, получить там пароль уже после того, как вы зайдете идентифицировать, и напрямую туда заходить, используя эти доступы. Личный кабинет, наверное, уже, наверное, как паспорт. Но я даже не знаю, кто из моих знакомых, они не имеют личных кабинетов налогоплательщика для физических лиц. Хотя они вспоминают о нем раза два в год, но, наверное, зимой, когда надо уже оплатить налоги, либо уже когда год закончится, они начинают вспоминать, какие они могут получить вычеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова